Девушки отдыхают Девушки отдыхают И среди этих всех шестеренок, поршней Оказалась бабочка Она бьется там, пытается вырваться на свободу Но не может Как вы думаете? Она погибнет там случайно? Сегодня она счастлива в браке Растит двоих детей И считает, что главное в жизни Отдавать, а не брать Наедине со всеми Актриса Евгения Крюкова Здравствуйте, Женя Здравствуйте Здравствуйте Спасибо Как-то Сергей Соловьев, работая с вами И ставя перед вами задачу Какую женщину вам необходимо сыграть Сформулировал Женя, ты женщина-омут Я вот, когда столкнулась с этим определением Подумала, боже мой Это ведь он имел в виду конкретную женщину Которую вы играли Но как справедливо это в отношении вас самой Женя, вы женщина-омут Для меня это было очень непонятным определением Я абсолютно запуталась в этих словах И я, видимо, от того, что играть От того, что я думала, что играть В общем, что-то получилось А я, в общем, обычный человек Который живет, радуется Воспитывает детей У которого есть куча животных И я живу какой-то совершенно обычной Нормальной классической жизнью Может быть, даже где-то скучно Мне Дуня говорит Мама, ты скучная и старомодная Дуня так вас определяет, да? А сколько лет Дуне сейчас? Дуне 13 Ну, самый возраст Как раз выносите оценки родителям Конечно Поэтому можно ее понять Но вот когда вы были совсем юной девочкой И не слишком умная учительница Так сказать, констатировала наличие у вас Гипертрофировано оттопыренных ушей Для вас это стало такой новостью Но потом стало мукой, да? Или нет? Абсолютно Потому что, к сожалению, мне не повезло с учительницей Да Ну, к сожалению, так бывает Это факт Вот И она делала много того, что не нужно было делать Не только по отношению ко мне И по отношению к другим одноклассникам И она умудрилась так рассорить весь класс Что мы не обращались ни к кому-то даже по имени Это было как-то неприлично По фамилии только? Только по фамилии И там посмотреть или как-то поговорить Это просто сразу поднималось на смех Вот И поэтому Мои уши, они, конечно, стали предметом всеобщих ироний, шуток Оскорблений, обид И мне было безумно больно обидно Когда я пришла домой, рассказала об этом маме с папой Они начали смеяться Я поняла, что это правда Вот И дальше Но им было, правда, смешно Потому что трогательно И даже мне до них сейчас говорят Мама, зачем ты сделала операцию? Это так красиво Это так здорово А где она видит, как красиво и здорово? На старых фотографиях? Она видит на старых фотографиях, конечно Вот И я понимаю, что, наверное, это был комплекс Который был абсолютно ни на чем не основан То есть это, ну, уши, ну и что? Жень Тема любви сопровождает ваше творчество Что, в общем, неизбежно Потому что владеет той внешностью Которую Господь Бог вам, так сказать, подарил Странно было бы что-то другое, наверное, играть и провоцировать их от режиссеров на какие-то другие помыслы Но у меня такое складывается впечатление, как будто бы и жизнь ваша таким образом развивалась Будто вы все время решали для себя этот ребус под названием «Любовь» Наверное, это то, без чего невозможно Наверное, это то, без чего нельзя Это просто необходимо, как воздух И, наверное, очень хочется, чтобы это было взаимно И поэтому, конечно, ты, ну, я Искала, ждала, наверное, того момента, когда я смогу жить в этом Когда я смогу находиться в этом Когда я смогу и отдавать, и получать взамен Это прекрасное чувство Вы искали такого человека или вы искали своего собственного состояния, в котором станет возможно любить Мое собственное состояние могло быть только в том случае, если бы я нашла того человека Вот вы признаетесь, например, что ваша дочь, Дуня, с бабушкой, позволена гораздо больше, чем было позволено вам Вы так дивитесь иногда на свою маму и говорите «Как? И это можно! А почему же мне было нельзя?» Это правда Я в ежовых рукавицах воспитывалась мамой Я только, например, буквально позавчера призналась, что я прогуляла весь девятый класс практически У мамы был шок У мамы был шок, когда она хотела достать ремену даже сегодня Я не понимала, как ей реагировать, потому что, когда там какие-то возникали прогулы, она с работы бежала домой, не разговаривала со мной неделями Я была просто там в каком-то угнетенном состоянии Я понимаю, что у нее не было другого выхода, что это была необходимость, наверное, чтобы... Сейчас понимаете? Сейчас понимаю, конечно Тогда я не понимала, тогда были обиды, тогда были какие-то прям конфликты Вот, как же так, это моя жизнь, я взрослый человек, я имею право на самостоятельное принятие решений Вот, ну, мама была права Ну, вот смотрите, получается, мама вас на протяжении практически всего детства заставляла ходить в музыкальную школу, которую вы не любили Мама настаивала на том, что вы поступили в архитектурный институт, и вы поступили в него, так сказать, она вас взяла, видимо, на слабо, что не поступишь, а вы поступили Но вы его бросили благополучно и все-таки ушли потом в театральный, что заслужило такого неодобрения мамы, что она полгода с вами не разговаривала Вот такое ощущение, что вы вынуждены были решать такую дилемму, как быть собой и при этом никого не обидеть Наверное, да, я патологически боюсь кого-то обидеть, иногда иду на компромиссы с собой для того, чтобы действительно не сделать больно, не сказать грубо Я, например, завидую своей дочери, потому что она умеет это делать Имеет право, у нее есть такая возможность Ну, у нее есть такая возможность, она это делает, и она это делает очень лихо, очень конкретно Иногда, я думаю, где, может быть, это две крайности Может быть, это две крайности, и, может быть, надо ее как-то тоже придержать, собственно, от этих поступков А у меня это была действительно такая болезненная всегда, действительно, проблема, когда страшно обидеть, и уже до последнего, когда уже можно терпеть, терплю Потом уже просто все, потом уже просто все ломается, и уже невозможно Ну, это, наверное, правда, так и было Так и было, и так и продолжат быть? Ну, есть немножко, я же сформированный человек все-таки, я же такая, какая я есть, и я могу, конечно, меняться, но все равно оно то, что с детства сидит, оно уже сидит Мужчины, которые присутствовали рядом с вами в жизни, они как будто были какими-то, знаете, проводниками Вот куда-то, вот такое, не знаю, это мое мнение, может быть, вы его опровергните Что будто вам была нужна поддержка Вот так получалось, что первый человек, с которым вы прожили достаточно много лет, Михаил, да, ваш гражданский враг Это был студент театрального института И именно, так сказать, находясь рядом с ним в отношениях, вы поступили в театральный То есть, как будто надо было вот держаться за чью-то руку для того, чтобы иметь смелость совершить какой-то поступок Может быть, так получалось в результате То есть, это не было, я заводила с кем-то отношения для того, чтобы что-то произошло То есть, это может быть система случайностей, которая... А потом, женщине всегда нужна рука, ей нужна спина, это необходимо, по крайней мере, для меня То есть, я не самостоятельный человек, вот, я не могу, как некоторые... Я буду одна, мне так проще, мне так нравится Я так не умею, наверное, я... Мне нравится... Мне дочь, опять же, я все время привожу пример, потому что она совсем другая Это очень хорошо, да, приводите этот пример Она совсем другая Она говорит, мама, я хочу быть сама Я вот должна быть сама, я главная Я все время с ней ругаюсь, потому что я говорю, Дунечка, ты женщина Ты должна быть слабой в чем-то, должна быть сильной в чем-то, но ты должна быть женщиной О тебе должны заботиться И хотеть заботиться Твой близкий человек, который будет с тобой рядом И мне бы очень хотелось, чтобы он был один Она с таким недоумением смотрит, ну это же неинтересно Вот, ну понятно, что она, наверное, как-то устанавливает себя Она и на вашу жизнь смотрит, и поэтому ей это может показаться странным Но я ей говорю совсем другие слова, что я была бы счастлива, если бы я смогла встретить того единственного человека с самого начала и прожить с ним всю жизнь У меня были такие примеры в жизни, и я очень бы хотела, чтобы было так Это ваша тетя и ваш дядя, да? Да, да На чью историю любви вы смотрели с такой, ну, завистью, наверное, это неправильное слово, но как-то... С восхищением, с невероятным... Это должно было быть так А почему вы, кстати говоря, поминая о них, о дяде и тете, которые вот прожили душа в душу друг с другом на протяжении долгих лет Говорите, что вы испытывали боль, думая о том, что это удел немногих Вы в юном возрасте это понимали, что любовь такая редкая штука, вот такая взаимная любовь? Наверное, я это стала понимать уже в более зрелом возрасте Потому что в юном возрасте были хлопания дверьми, и уходы, и приходы, и слезы по совершенно бестолковым поводам И только в какой-то момент ты начинаешь понимать, что надо очень уметь хранить эти отношения Что их надо строить, что их надо... Что надо пережить какие-то моменты И та же моя тетя мне говорила, что мне было очень трудно, потому что у меня дядя был профессор Очень было трудно Приходили студентки, и мне было достаточно трудно делать вид, что меня это не волнует Я понимала, что это ее волновало, но она никогда не показала этого И вот действительно нужно выстроить эти отношения Когда не хочется, когда хочется все бросить, когда хочется стукнуть по столу кулаком Может быть, иногда надо стукнуть по столу кулаком Вот все понимать, как это должно произойти, но сохранить То есть у нас вообще как-то наши отношения строятся с моим мужем Строятся на компромиссах, на взаимопонимании При этом у каждого есть что-то свое Но это свое, оно все равно вместе Оно все равно вместе Мне необходимо, чтобы Сережа смотрел мои спектакли Мне необходимо, чтобы он приходил на репетиции То есть этот мир не настолько независим и не пересекающийся То есть важно, чтобы он это уважал, ценил Конечно, конечно Мне нужны его мнения, мне очень важно Я к нему прислушиваюсь Я первая, кому что-то доверяю, я доверяю ему Это важно Мне важно, что он скажет, как он на это отреагирует Иногда, конечно, я говорю, я сама знаю, не надо мне ничего советовать Конечно, так бывает тоже Но как бы по-другому не может быть, наверное, во взаимоотношениях Если смотреть за вашу биографию, то, так сказать, всегда рядом с вами есть мужчина Есть плечо, на которое вы можете опереться Но при этом, как будто бы вы все время долго держите оборону То есть, как бы сказать, вы с одной стороны опираетесь на плечо С другой стороны, значит, в первом отношениях вы прикинули, сказали Наверное, я чувствовала, что это ненадолго И придумала версию, что нельзя жениться без колец Вот когда будут кольца, тогда и пойдем Колец не появилось, поэтому благополучно через 4 года расстались С мужчиной, который был вашим мужем так коротко, 3 недели Хотя отношения были долгие Вы вышли замуж за него Уже, в принципе, за ним ухаживал ваш третий супруг Но он пришел к вам, сказал Вот я в наше заявление, значит, пошли И вы не смогли как будто отказать, обидеть Что? Как-то вот какая-то такая странная линия поведения Будто вы делаете то, что от вас просят, если уж очень настаивают Но потом пружина обратно отпружинивает И вы говорите, а все-таки нет Вы хорошо подготовились Я очень, да Я всегда это делаю Я знаю На самом деле, действительно, наверное, есть то, о чем вы говорите Ну, такая особенность, ну что ж поделаешь Ну вот есть Ну, я действительно до последнего момента стараюсь что-то сохранить Стараюсь Свою территорию? Нет, не свою территорию Если я иду в какие-то отношения Я очень порядочно к ним отношусь И я действительно пытаюсь сделать так, чтобы все как-то, ну, как-то сложилось Вот Ну, это же не только от меня зависит Это же работа двух людей Она же очень взаимная Ну, если говорить про вашего второго супруга, Андрея Сергеева, да То уже было понятно, что отношения обречены А чего замуж-то было выходить? Не обидеть? Наверное, страшно, страшно принять решение Нету какой-то поддержки Ну, никого вот нет за спиной Никто не может сказать правильное слово Не надо этого делать Мама? Ну, мама была против категорически Но все равно Но с мамой вы привыкли тоже спорить К маме, да, в тот момент Вот, поэтому все сама, все сама Вот, а сама, видите, не смогла Не смогла Ну, вот, смогла через три недели Потому что нужно... Это женская логика, наверное, может быть, моя логика Когда понимаешь, что нужно вот до конца дойти Вот до конца, чтобы ни о чем не пожалеть Какой бы вы совет дали своей дочери сегодня? На чем строить жизнь? И на чем строить отношения? Если мы говорим об отношениях Во-первых, очень важно действительно встретить своего человека И важно не пропустить его И важно, чтобы вот эти чувства, они не захлестнули в ненужный момент Ей тринадцать И мы еще не разговариваем так глубоко с ней на эту тему Да? Потому что, ну у нас пока другие темы есть Какие? Как она учится? Ну, естественно, и как она учится, и как она выглядит, и как она... Моей дочери одиннадцать, мы разговариваем на эти темы Нет, ну мы, конечно, разговариваем, но пока не настолько глубоко Да, может быть не глубоко, но там уже трагедии в полный рост У нас тоже были трагедии, пока сейчас трагедии нет Трагедии были в одиннадцать Да, а вот вы одиннадцать со слезами Мы говорим, что это опыт, что это опыт, что все это опыт, как бы это необходимо. Это действительно опыт. А как вы утешаете, дочь, если трагедия в отношениях с мальчиком? Мы пытались иронизировать. Мы пытались объяснять, что все проходят через это, и в этом нет ничего страшного. Мы пытались ей говорить, что... Мы никогда, правда, ей не говорили, он еще локти будет кусать. Вот этого мы никогда не говорили. Почему? Не знаю, но почему-то мы пытались ей объяснить, что все эти страдания, они очень хороши, наверное. Тоже в какой-то степени. Ну, такая, знаете, взрослая мудрость, что они хороши. А как вот ребенку понять, этой девочке, что... Ну, она, на самом деле, сейчас находит и иронизирует по этому поводу. Говорит, боже мой, какая была глупая! Какая была глупая! Вот сейчас прям подойти бы сказать, ты знаешь, прости меня, вот я такие тебе писала сообщения, или там такие писала тебе, или там так реагировала на это. Ну, как бы... Да. Вот. Она все это понимает сейчас, и поэтому, наверное, найдены были правильные слова, потому что... Ну, в тот момент, потому что она была успокоена, она об этом забыла, вот, стала шутить, и как-то все, на самом деле, закончилось. А вам находила мама правильные слова, когда у вас были первые опыты влюбленности? Я сейчас понимаю, что находила. Тогда, конечно, мне хотелось слышать совсем другое. В какой-то момент, когда я рыдала и плакала по поводу несостоявшейся первой любви, мама терпела-терпела, потом сказала, ладно, я узнаю тебе телефон, можешь позвонить, но ты себя потеряешь, сказала мама. В смысле, женскую гордость? Женскую гордость, да, она такая была очень строга в этих вопросах, вот, и я позвонила, вот, я, правда, себя не потеряла, абсолютно. Кстати, вот, да, и она не всегда, мама права. Вот, мама не всегда права, и, конечно, я, наверное, не всегда бываю права, и, наверное, потом тоже мы с ней это обсудим и посмеемся, вот, но... Не знаю, наверное, чтобы она была счастлива, я очень хочу. Давайте посмотрим на Дуню. Ну, вообще, мало похожа, чем с мамой в характере. То есть мама там более ответственная, чем я, более домосед, больше любит какие-то там вещи делать дома, а мне больше нравится там гулять, что-то делать, а похожа, наверное, не знаю, вообще вроде не похожа по характеру. Она больше домашняя, усидчивая, как даже можно сказать, уютная такая, дома всегда ютсадоёт, а мне больше это, то есть нет желания вернуться домой после куда-то, больше пойти погулять или в кино сходить, то есть не дома сидеть. Она говорит, что я грубая, что я разговариваю как-то не так, не как девочка, не женственная, вот. Я говорю, что мне так нравится, что мне так ненормально, из-за этого тоже ссоримся. Мама говорит, что женщина должна быть хрупкая, такая, а мне так не кажется. Ну, ну, пожалуйста. Ну, это современная молодёжь. Полный набор, я бы сказала, таких разночтений. Ну, вот оно, собственно. А вы так даже рассердились немножко на то, что она неправильно говорит? Ну, конечно, дома будет разговор. Бедная Дуня, Дуня, прости нас, за что будет разговорка? Это шутка, это шутка. Я всё это знаю, на самом деле. Она действительно, мы по этому поводу с ней беседуем, и она говорит, что я другая мама, я хочу гулять с друзьями, я хочу, вот, ну, это 13 лет, наверное, может быть, а может быть, это сохранится навсегда. Не знаю. Далее, наедине со всеми. Папа мой, мы общаемся, вот это меня интересовало. Мы общаемся, я не поднимала эту тему никогда, но я знаю, насколько он переживает, я точно это знаю. Я знаю, какие поступки он совершал после этого. Они были несвойственны для него, очень серьёзные. И я думаю, что если он будет смотреть эту передачу, ему это не будет стоить приятных ощущений. Я думаю, что ему будет сильно больно и неприятно, потому что я знаю, что он по этому поводу очень переживает. Я уверена в том, что мой сын... ...очень любит свою сестру. ...зрелые годы дают мне... ...некого уверенности. Я не ожидала от себя... ...того, что я прыгну с парапланом и буду учиться уметь ездить на сноуборде. Евгения Крюкова. Ваши родители развелись, когда вам было 7 лет, а вы развелись с отцом Дуни, когда ей было, ну, значительно меньше. Я думаю, что несмотря на то, что с отцом вы со своим, в общем, общались, и довольно многому он вас научил, там, и то, что вы умеете руками, как я понимаю, много делать тоже унаследовали отчасти от папы. Но наверняка же вы воспринимали этот опыт как, ну, болезненный, когда родители разводят все. Конечно. Вас эта мысль не останавливала? Вы знаете, для меня было болезненно не то, что они развелись, а то, что они пытались сохранить видимость взаимоотношений. И я понимала, что, ну, папа приходит, какая разница, спит он в этой квартире или в другой квартире. Но это всегда... Вот эти приходы, они были таким звенящим грузом для всех, потому что они пытались... Там, Новый год, и я понимала, что папа пришел, я понимала, что маме плохо, я понимала, что папа кто-то ждет, я понимала, что он не здесь душой сейчас. И вот эта вот атмосфера, вот она разрушала что-то. Она была гнетущей безумно. Потому что с Дуниным папой у нас замечательные отношения. Они практически родственные. У него прекрасная половина, у него прекрасная любимая женщина, которая приходит к нам в дом, они приходят вместе. И я говорю еще раз, что он как родственник наш. И Дуни не чувствует абсолютно того, что чего-то нет. У нас никогда не было вот того, что было в моем детстве. Поэтому я думала об этом много. И я старалась, чтобы для нее это не было вот этим тягостным ощущением. Если говорить о, скажем, интересе прессы к вам и к вашей жизни, то она часто акцентирует тот аспект, что рядом с вами всегда состоятельные мужчины. Делая вывод, что это для вас такой достаточно серьезный ориентир при выборе избранника. Поскольку вы сами констатируете, что у женщины должна быть слабой, у женщины должен быть тыл. И вообще сегодня такое время, когда, ну, в общем, это вполне себе такая обсуждаемая тема среди женщин. У кого вы выбираете, так сказать, на кого делать ставку. Или, так сказать, с кем общаться, с кем не общаться. Потому что не только чувствами надо руководствоваться. Так как обстоит дело на самом деле? Ну, мне остается только сказать, конечно. Ну, а что, что, если столько это было написано. Я глупо опровергать сейчас. Почему? Нет, я не такая. Ну, почему глупо? Я не такая. Как на самом деле? Вы действительно считаете, что это важный параметр, чтобы мужчина был состоятельным? Чтобы он мог содержать свою женщину? Желательно, чтобы он был хорошо состоятельным? Наверное, безусловно, это необходимо. Для меня это никогда не было критерием. Так получалось. Так получалось. Более того, у меня был некий комплекс в этом вопросе. Я никогда не позволяла больше, чем нужно. И, знаете, у меня был такой случай, когда про меня писали все вот эти статьи прекрасные. У нас же замечательные журналисты, они же умудряются. Они разные. А вот, они разные, это правда, но в желтой прессе они определенные. Конечно. Вот. И когда про меня писали, мне рисовали кольцо с бриллиантом на пальце в какой-то из публикаций, а я в этот момент уезжала открывать в Алма-Ате какой-то, как звезда приглашенная, какой-то ночной клуб. И у меня была последняя тысяча рублей в кармане, которую я отдала своим домашним Дуне, няне и моей маме. Ну, естественно. Вот. И я, приехав в пятизвездочный отель, утром, открыв, как звезда, открыв клуб, красиво, заказала на завтрак сок. И мне принесли счет за сок. Я понимала, что мне нечем за него заплатить. Я убегала из пятизвездочного отеля, сделав лицо. Вот как бы, а дальше можно судить что угодно и как угодно. Когда вы познакомились с Александром Каревым, отцом Дуни, в каком-то интервью вы говорите, что у вас были какие-то такие всполохи, так сказать, поскольку Саша был состоятельным человеком, так сказать, что поехали за рубеж и не могли удержаться, купили себе косметики, чемодан, какое-то безумное количество. Ну, это, наверное, все, это все. Тысячи или восемь тысяч, там цифры разнятся, как бы долларов. Косметики. Это что? Это дурь. Это юношеская дурь, которая... Чемодан был выкинуть, потому что все это не подходило к моей коже. Вот. Ну, мы вместе вот так вот, вместе вот так дурили. Это не только моя была дурь, она была общая. Вот. И, в общем... Ну, это приятно, когда мужчина тебя так балует? Ну, наверное, приятно, но это не было расценено как баловство. Это была такая вынужденная необходимость. Мы покупаем косметику. Вот. Ну... Ну, не все тогда в те годы могли себе позволить на такие деньги-то закупить косметику. Ну, у нас все быстро закончилось, вот, поэтому все, все, все. А женщина должна пройти через такой этап, как вы думаете? Ну, конечно, поверно. Это решение мужчины, который говорит все к твоим ногам. Конечно, должно. Хочешь 10 шуб на 10, хочешь 20 на 20. У меня нет 10 шуб, должна вам рассказать. Это тоже было написано где-то, но у меня их нету. И я иногда Саше говорю, Саша, где мои бриллианты? Расскажи, пожалуйста, о которых все пишут. Ну, где они? Вот. Так, есть. Вот. Конечно, мне было безумно приятно, когда на каждый спектакль мне дарили огромные букеты цветов. Он делал это в течение года, да. Он делал в течение года. Завоевывая вас. Вот. И на спектакль, когда на какую-то премьеру он принес 4 букета по 100 роз, наша директора театра сказала, я не дам вынести эту на сцену. Просто не дам, потому что есть другие артисты. Это неприлично. Вот. В какой-то момент я сказала, действительно, неприлично, это делать не стоит. Вот. Но это было. И, наверное, это очень приятно, действительно. И, наверное, это может быть. А что, это повышает самооценку? Это немножко дает себя почувствовать принцессой из сказки? Ну, наверное, самооценку это не повышает, а принцессой из сказки это дает себя почувствовать. А сегодня вы говорите, что важно спросить себя, нужен ли тебе мужчина старый и неустроенный? И вот в зависимости от ответа ты можешь понять, любишь ты его или не любишь. Это правда. А когда случился этот перелом? Когда вы поняли, что критерий вот такой? Когда, наверное, научилась отдавать, не ждать ничего взамен. А когда вы этому научились и что вас принудило к тому, чтобы научиться отдавать? Был период в моей жизни, когда я поняла, что важнее отдать сейчас. И потом это было правильнее. Я ничего не ждала. Мне, конечно, хотелось, но мне важнее было отдавать мое чувство, которое было во мне. Вы, когда были замужем за Сашей Каревым, как-то сказали, вам был 31 год, когда вы давали интервью, вы сказали, мне 31 год. Какие страсти мордасти. Я знаю им цену. Я так сказала? Да, 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 я вас цитирую. Мол, пустое это все, сказали вы в 31 год, после чего, значит, пружина как-то отпружинила иногда. И началась какая-то еще дальше следующая жизнь, хотя вы были венчаны, и казалось бы, ну вот ребенок родился и прочее, прочее. Вы не ожидали от себя этого? Я абсолютно от себя этого не ожидала, я была уверена, что это эти отношения на всю жизнь. Ну, так случилось, может быть, просто мы не те люди, которые должны были быть вместе. Ну, вообще, вы сталкивались с самой собой в таких обстоятельствах, когда вот вы говорили, боже мой, что я делаю? Это я? Зачем это со мной происходит? Конечно, конечно, сталкивалась, конечно, безусловно. А что это? Это подавляемый какой-то собственный темперамент? Как вы думаете, от чего происходит такое, что вдруг мы делаем что-то, чего сами от себя и не ждали? Ну, внутри же страсти бушуют, и действительно ты их гасишь, давишь, давишь, давишь. И хорошо, если все как-то так складно получается, а если нет, так оно действительно пружинно взрывается. Ну, на самом деле, как ни старайся притянуть к себе чужую жизнь, она не притянется. И если встречаются два человека, которым не нужно быть вместе, вот я очень верю в историю про две половинки, я невероятно в нее верю. И любая влюбленность, любое понимание того, что, ну, может быть, это вот тот человек или та ситуация, которая нужна, и ты ее притягиваешь к себе, и в конце концов начинаешь в нее верить, и начинаешь как-то на нее, как-то на нее трудиться, она все равно дает себе понять, что это не то, что это не так, что это неправильно. И поэтому, в общем, действительно пружина срывается, наверное, куда-то. То есть вы из тех женщин были, наверное, которые себя, в общем, уговариваете, если отношения стоят в цвете. Ну, потому что, смотрите, Саша завоевывал вас на протяжении многих, как бы, месяцев, скажем так, и цветы, и все. И вы там говорите, я отдавал это, не знаю, пространство свое по сантиметру, сначала он там вообще не провожал, потом провожал до подъезда, потом до квартиры, но дальше не-не-не. То есть как будто бы вы все время ставили какую-то вот такую дистанцию, видимо, чутье-то вам давало понять, что, но не совсем, а потом? Вероятно, а потом, ну, как-то уже вот, как-то так вот, как-то уже, наверное, может быть, и так должно быть. Поплыть по течению. Вероятно, да. Ну, благодаря этому родилась прекрасная дочь для меня. Да, это, нет, вообще в жизни не бывает ничего бессмысленного. Не бывает ничего просто так, это правда. Я в данном случае только хочу понять ваш портрет, что ли, да, вот ваш, как вы шли через эту жизнь. Да, женщина-омут. Да, вы женщина-омут. Видите, мы все больше и больше убедаемся в этом. Когда вы разошлись, все та же, которую вы так не любите, я думаю, мало кто ее любит, это желтую прессу, разразилась разнообразными, так сказать, статьями на этот счет. И, увы, среди этих статей была статья и вашего папы, которого, я думаю, что, так же могу констатировать, что, к сожалению, довольно умело, так сказать, людей, не близких к прессе и к публичной деятельности могут на это дело развести. И как-то они не заметят, как они дали это интервью. Я все понимаю. Но между тем, это интервью было дано, оно было нелицеприятно. Ну, во-первых, я хочу сказать про то, что я не уверена, подписывал ли мой папа это интервью. Потому что то, что было сказано там, далеко от истины даже на годовом уровне. Это первое. Второе, то, что мы с папой с моих шести-семи лет не жили вместе. Папа был со мной часто. Я очень признательна ему за то, что мы где-то путешествовали вместе. Он всегда меня многому научил. Но он не так много знал про мою жизнь. И поэтому у меня были основания говорить, что это действительно далеко от истины. Да, конечно, в какой-то момент недопонимание, влезает желтая пресса. Как-то они откуда-то собираются, откуда-то они появляются, как-то в нужный момент. Грифы летят. Да, как-то вот они как будто чувствуют, куда это нужно и как. И вдруг вот это вот все начинается. Мне, конечно, было очень плохо. У меня у мамы был сердечный приступ в метро, когда она это прочитала. И мне было невероятно плохо. И мне сказали, что ты переживаешь, никто этого не читает. И я была страшно удивлена, когда я поняла, нет, читают. И еще как читают. И вот 10 лет прошло с тех пор. А мы говорим с вами об этом. И я думаю, что папа мой, мы общаемся. Вот это меня интересовало. Я не поднимала эту тему никогда. Даже? Я никогда не поднимала эту тему. Я понимаю, что если мой папа пришел, я понимаю, что происходит у него в душе. Потому что он, конечно, все понимает, он умный человек. Я не стала поднимать эту тему. И мы никогда к ней не приходили, не возвращались. Не могу сказать, возвращались, потому что мы к ней никогда не подходили даже, чтобы вернуться. Но я знаю, насколько он переживает. Я точно это знаю. Я знаю, какие поступки он совершал после этого. Они были несвойственны для него, очень серьезные. И я думаю, что если он будет смотреть эту передачу, ему это не будет стоить приятных ощущений. Я думаю, что ему будет сильно больно и неприятно. Потому что я знаю, что он по этому поводу очень переживает. Даже если он что-то сказал, даже если это раскрутили так, как и было выгодно, но все это сложилось. А почему вы предпочли не обращаться к этой теме? Что, вам проще смолчать тоже? А не выявить проблему и не сказать, слушай, как это произошло, как это могло произойти? Давай поговорим. Зачем ты это сделал? Даже если не так сделал, а если это извращено. Но почему? Не знаю. Не знаю. Мне не хотелось поднимать ее. Мне не хотелось к ней возвращаться. Мне не хотелось ее поднимать. Мне, может быть, не хотелось услышать того, что мне не надо слышать. Потому что... А вдруг он скажет, да, я ей это сказал. Ну, вдруг. Это не может быть, но вдруг. Мне не захотелось, чтобы это было. Мне не захотелось к ней хоть как-то прикасаться. Я думаю, что на форумах вы встречаетесь с обсуждением темы ваших съемок в «Плейбое». Вот меня интересует вот что. В самый первый раз, вы это сделали дважды, и надо сказать, что фотосессии восхитительной красоты, ничего тут не возразишь, но любопытство у меня вызвало, что в самый первый раз вы говорите, мой муж тогда, это Александр Карев, был в ужасе, мои друзья возмущались, мама была в шоке, а вы между тем на это пошли. И я думаю, что это, такой вот вылом правильной девочки, которая живет такую правильную, скучную жизнь, что ей надо совершить какой-то безумный поступок. Наверное. Мне же Дуня сказала, мама, ты скучная. Вот она мне это говорит регулярно. Наверное, это так. Но я не совсем так, что друзья возмущались. Я сама была в шоке от предложения. Я долго на себя его примеривала. И когда я поняла, что... А почему нет, собственно? Я хочу. Я хочу, чтобы это было. Первая, кому я сказала об этом, я сказала своему мужу, я не говорила маме. Я очень долго не говорила маме. Мы долго снимали, мы переснимали. И когда журнал вышел, я принесла маме, дрожащей рукой, я отдала ей журнал. Накануне я сказала, мама, ты знаешь, вот есть фотосессия в плейбое, завтра он там, завтра выходит. Жди. Она как-то замерла. Как-то она замерла. О боже, бедная мама. И я принесла трясущейся рукой, я даю этот журнал. Та самая мама, которая до сих пор была в шоке от того, что вы в девятом классе прогуливали, ей вы принесли журнал на плейбой. Она говорит, ты знаешь, очень красиво. У меня упал камень с души, просто какой-то камень. И что-то отпустило. Вот в тот момент что-то отпустило, наверное. И я стала немножко, видимо, какой? По увереннее? Наверное, чуть увереннее. Ну вот, наверное, мне это было нужно действительно для того, чтобы какую-то уверенность, потому что у меня всегда был комплекс. И вот этот плейбой первый, по крайней мере, он был действительно каким-то снятием каких-то оков, каких-то пут. И мне кажется, что это получилось на тот момент. Вы достаточно долго ждали рождения Дуни, но в то же самое время констатировали, что когда Дуня родилась, и вы возвращались домой, нянили, или это была ваша помощница по хозяйству, говорила, мама пришла, держа Дунечку на руках. Вы так некоторое время еще оглядывались, где мама. Я искала маму свою. Какая мама пришла. Это же не тот период, когда она первый раз сказала мама, и ты это услышала. А когда это кто-то говорит про тебя, что ты мама, и это такое ощущение, да, как здорово, оказывается, я мама. А сейчас, в общем-то, и сын, и дочь, можно сказать, что они стали, так сказать, содержанием вашей жизни, или нет? Или все равно их? Это абсолютно неотъемлемая часть, абсолютно я от них завишу, абсолютно я бегу домой. Когда они были маленькие, я старалась, звонила няне и говорила, что не укладывайте спать, я приду сама уложу, потому что мне это было важно. Я безумно счастлива, что это есть в моей жизни, что они вот есть, они обнимают, начинают вырывать друг у друга вас, да, что вот ревновать друг к другу, кто кому на коленке сел. И когда моя дочь, которая выше меня ростом, которая больше размера ноги, которая плюхается ко мне на коленке, говорит, я тоже хочу на коленке. Вот, и я... Ну что делать? Ну что делать? Садись доченька. Куда деваться? Ну, в общем, так как-то. А почему вы говорите, что Миша так часто вас спрашивает, мам, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь? Мы с ним очень часто это говорим друг другу. И он часто говорит, я тебя люблю. Очень часто. Иногда целый день мне говорят, мама, я тебя очень люблю, я тебя очень люблю. Это тоже бывает. Вот он такой вообще, он очень тёплый, очень нежный, очень ласковый. И вот ему вот это чувство любви, оно, наверное, ему необходимо. И он такой вообще у нас любвеобильный молодой человек очень. Он любит женщин, он любит ухаживать, девушек. У него все невесты регулярно. И он так, опустив глаза, рассказывает, что да, это серьёзное увлечение у меня. Поэтому такой вот он вообще. Давайте послушаем сейчас вашего мужа Сергея Гляделкина. У нас не было космического романа, там, я ухаживаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ...которые она мне связала. Она очень хорошо готовит. Причём она объективно может за два часа приготовить. Субтитры создавал DimaTorzok В какой-то мере брак ломает чувства. Потому что появляется некое ощущение собственности. Печать в паспорте поставили, ну всё, это моя жена, это твой муж. Разводиться долго, проблемы серьёзные. А так ничего этого нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Все военные тайны, просто все. Тайны? Выданы. Что готовите, умеете, вяжете и хорошо шьёте. Но, уважаю, самая главная тайна, что у вас брак не зарегистрирован, оказывается. Мы венчались в церкви. А вот эта точка зрения, что там в паспорте ломает отношения, собственность и прочее. Я абсолютно уверена в Серёже, я абсолютно уверена, что то чувство ответственности, которое он взял на себя, оно не позволит мне в случае, если что-то случится, выйти с протянутой рукой. Далее наедине со всеми. Мужчины, которые появлялись в вашей жизни, они довольно, так сказать, в определённой чистоте своей, они оставляли свои семьи ради вас. Когда они оставляли семьи, для меня это было болезненно. Но было так, что семьи были оставлены до того, поэтому ничего не было разрушено. Мне сложно запретить себе... Тратить иногда деньги на то, на что не надо их тратить. Часто ли лгут женщины? Да. Как хорошо, что мне уже... Мне 18. Евгения Крюкова. Женя, а так случалось почему-то, что мужчины, которые появлялись в вашей жизни, они довольно, так сказать, в определённой чистоте своей, они оставляли свои семьи ради вас. Вот опять же, возвращаясь к теме роковой женщины, женщины омута и прочего. Это было для вас, ну, не знаю, какой-то болезненной темой, что так случалось? Или просто, ну, факт остаётся фактом, оставляли и оставляли? Когда они оставляли семьи, для меня это было болезненно. Но было так, что семьи были оставлены до того, поэтому ничего не было разрушено. Более того, мы прекрасно общаемся с детками, которые старшие, они все у нас дома, и мы все вместе, все праздники мы проводим вместе, отпуска, каникулы. И дети любят друг друга все, они все обнимаются, целуются, они всегда вместе. И Саша Карев тоже вхож в ваш дом. И все вы можете собраться с задним столом. И мы очень стараемся, чтобы действительно была семья, в которой тепло и в которой очень комфортно. И на праздники мы действительно собираемся все. У меня такие, из детства, когда бабушка, дедушка и все родственники собирались под большим абажуром, пили чай по вечерам, у меня такое удовольствие, я сразу думаю, как хорошо, как здорово, что вот так есть. Ваша мама удивительная женщина. Она вот бросила курить в том возрасте, в котором обычно не бросают уже, а вы ее так долго уговаривали, уговаривали, ну вот она сама до этого дошла. Но что меня больше потрясло, что она села за руль в сколько ей было лет? В 60. В 60, вот так в 60 лет женщина подумала, а почему же я не водила без сбор? А как вы думаете, вы унаследовали от нее вот такую возможность открывания в себе каких-то невероятных способностей? Конечно, конечно, конечно. Но вы удивились так же, как вот когда вы ей приносили журнал «Плейбой», и она вам сказала, вот мои права, например. Я 10 лет ее уговаривала сесть за руль, 10 лет. Она мне говорила, даже не заикайся на эту тему, вы хотите моей смерти, что вы не трогайте меня? И потом я говорю, ну мам, ну пожалуйста, ну стоит машина, она есть, ну давай попробуем. Ну ладно, сказала мама. Я думаю, боже мой, как хорошо. И тут я смотрю, она стала как-то преображаться, вот как-то преображаться. И эта машина подарила ей такую независимость невероятную. И сейчас она просто в таком... Лихач? Нет, она очень аккуратная. Она с Дуней, она забирает внучку из школы, они едут на все занятия. И у нее какой-то круг общения появился огромный. И она вот живет, у нее абсолютно горят глаза. И она в этой радости, и она мне сказала, она редко это говорила, но она сказала, ты знаешь, спасибо. И мне это было очень важно, ценно, потому что я действительно очень долго хотела, чтобы это произошло. Надо, конечно, отдать должное и вашим уговорам, но и ей, в ее решительности. Это правда. Мало кто все-таки рискует, а она в себе нашла этот факт. Давайте послушаем. Самое главное, что они занимаются каждым своим делом. У них не переплетается ничего. Они интересуются работой друг с другом, но они заняты. У них нет времени, чтобы, так сказать, страдать от скуки. Во-вторых, когда люди любят друг друга, наверное, здесь уже и какая-то мудрость появляется. Правильно воспитываются дети. Вот я могу сказать, что Миша, например, обожает Дунинову папу. Сережа замечательно относится к Дуне. Когда приезжает Дунин папа, Мишка кричит, Саша, и все, он цепляется. И Дунин говорит, Миша, это мой папа ко мне пришел. И вот начинается. То есть это все правильно. Это все по-человечески, все очень хорошо. Мы начали с того, что вы женщина-омут, но одновременно вы сказали, что, входя в дом, вы вешаете корону на гвоздик. И как-то превращаетесь в обычную женщину, что в полной мере подтвердил ваш супруг, рассказав о ваших необыкновенных умениях. Но нам разведка донесла, что вы ходите дома в зеленых валенках с ромашками. Настолько вы нероковая женщина. Правда ли? Правда. И мы подумали, что к зеленым валенкам в ромашках очень даже неплохо может оказаться отрез шелка в горошек. Из него можно шить калат, к себе, дуни. Не знаю, одеть собаку. Но что захотите, поскольку руки у вас золотые, как известно, что захотите, то и сделаете. И будете продолжать быть себе такой домашней, а не роковой женщиной, которая приносит счастье ее дети, ее муж, ее дом. Спасибо вам большое, Женя, за наш сегодняшний разговор. Спасибо большое. Ждите новых героев. Я вся изрыдалась, ну изрыдалась просто вся, слушай. Да вы что? Я ничего не умею, что он мне делает, что? Татьяна Пелецкая. Даже если в убийстве обвиняют. Куда мне деваться от подозрения, а вдруг правда? Вы представляете, что будет тогда? Подозрительно. И тогда качество вашей защиты бы хромало. Анатолий Кучерена. Ну я не мог к вам не прийти. Не могли мне отказать. Я все, всем отказал. Ивар Каллиндж. Читать, танцевать, заниматься спортом. И с хозяйством вы на вы. Вот это не про меня вообще. Галина Данилова. Ты не верьте, что вам говорят. Редактор субтитров А.Семкин